Ломоносов, так же как и Тесла, был гением из простой семьи. Я не говорю о том, что воспитание ничего не значит, но иногда величайшие мыслители цивилизации появляются в местах, казалось бы, совсем для этого не приспособленных, в простой крестьянской семьи Архангельской губернии. Ведь какое образование там мог получить мальчишка? Несколько классов церковно-приходской школы. Я к тому, что привидение посылает на землю особенных людей, чтобы те становились нашими учителями. Кроме фундаментальных открытий в точных науках от Ломоносова, нам досталась и история России. И это далеко не та же самая история, которую нам преподают в школе. Вот эта замечательная книга доступна для каждого на сайте президентской библиотеки. Так вот, Ломоносов был уверен, что уже на заре своей истории русский народ был силой, с которой приходилось считаться соседем. А вышел он из кифов и сарматов, о которых каждый из нас слышал. Славяне – потомки троянцев. Они разбрелись по земле после взятия Трои. Так часть славян отправились по морю к северной части Италии, так как славян античные авторы в своих работах называют винеттами. В повести временных лет, как утверждал Ломоносов, говорится, что славяне, живущие на Дунае, воевали с народом влахов. Валахами или влахами – современные поляки и чехи зовут итальянцев, римлян. Варяги во главе с Рюриком, призванные на Русь, были балтийскими славянами. Ведь если бы те были скандинавами, в летописях тех народов сохранилось бы какие-то воспоминания о подобном событии. Но их нет. Почему? Да потому что русскую историю никогда не писали сами жители России. Ушла династия Рюриковичей и на их месте поставили Романовых, которые со временем превратились в династию Юрштейн-Готторп-Романовых. Фактически после Петра I нами правили немцы. Заказывая исследования истории народа, наши правители практически занимались подтасовкой фактов, пытаясь доказать потомкам, что страной изначально правили норман. Это не так. Нас веками стелили под Германию. Ломоносов был категорически против исторической диссертации Фридриха Миллера, немца по происхождению. Он настолько активно критиковал работу, что был на целых 10 месяцев заточен под стражу. Более того, ему угрожали смертью. Полагает господин Миллер, что варяги, из которых был Рюрик с братьями, не были колена и языка славянского, как о том автор синопсиса Киевского объявляет. Но хочет доказать, что они были скандинавы, то есть шведы. Всем посылается сперва на Бейеровую диссертацию о варягах, а потом некоторые его доводы вкратце предлагает, что до покойного Бейера в 7 случаев надлежит, то он в помянутой диссертации впал в превеликие и смешные погрешности. Например, пишет он противно мнению других авторов и утверждает, что пруссы не были колена славянского, а были до одного происхождения с курландцами. Не зная того, что курландский язык есть происхождение славянского, так что не только большая часть речей, но и склонения, и спряжения от славянских весьма мало разнятся. Всем случая не умнее, сказал он, как бы и ес, «Славяне суть неславяне». Кому это выгодно? Выгодно прежде всего европейским странам, которые при решении различных споров могут оперировать подтасованными фактами, закрепленными немцами и другими иностранными советниками в нашей истории. Сейчас на Земле существует огромная масса неразрешенных конфликтов, связанных с границами, с самоопределением народов и так далее. Это очень чувствительные темы, которые годами обсуждают правительство с привлечением экспертов. А эксперты работают по утвержденным официальным материалам. Выгодно немцам, шведам и другим полякам. Вот только не нам. Не самое ли удачное время сейчас докопаться до истины в истории нашей страны, отторгнув из нее все ложные – мечты? Царица Елизавета Петровна, благоволившая Ломоносову, умерла в 1761 году. После полугодового царствования поклонника Пруссии Петра III на престол в результате переворота взошла его жена Екатерина. Но возврата к национальной политике дочери Петра Великого не произошло. Екатерина снова покровительствовала Миллеру и его протеже – молодому Шлёцеру. Последний собирался издать «Корме слов», в котором выводил фантастические этимологии многих русских слов. Например, «Боярина» от «Барана», а «Князя» от немецкого «Кнёргт». Исчезли и исторические труды Ломоносова. Бумаги, записи и пояснения из трех томов российской истории был опубликован лишь один. И, конечно, существенными правками Миллера, который, кстати, уехал на родину через два года после смерти Ломоносова, выполнил свою задачу. Исходя из приведенных фактов, можем утверждать, что труд Михаила Ломоносова был полностью уничтожен. А те 140 страниц из открытого доступа – единственное, о чем можно говорить уверенно, Миллер – фальсификатор. Я ни на что не намекаю, но напомню, что из своего великого паломничества по Европе Петр I привез с собой иностранцев, которые, как и сам Петр, были масонами. Вы видели печать Петра? Сама надпись и строительный инвентарь как бы намекает. Согласитесь, не имея никого за спиной Миллеру, бы ни за что не удалось провернуть такой фокус. У Ломоносова был сильный враг, обладающий влиянием. И, вероятно, этим врагом могла быть организация, стремившаяся скрыть настоящую историю народов. Причем не только нашего. Но это уже теория из области догадок, потому как подтвердить фактами ее, увы, нельзя. У нас есть только память предков, которую не обманешь. Субтитры создавал DimaTorzok